Всем привет, ребята! Меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Mass Effect. Прямо сейчас мы находимся на Иден Прайм, где нам нужно найти протеанский маяк, в котором содержатся, возможно, некие знания. Но произошла неприятная ситуация, сюда прибыл Саран, это еще один Спектр, Цитаделия, и он убил только что нашего напарника Турианца, тоже Спектра. В общем, какие цели преследует Саран, мы сегодня постараемся узнать. Капитан, это Найлз. Что-то движется, вон за теми ящиками. Стойте, не надо, не стреляйте. Я такой же, как вы, я человек. Из-за того, что ты здесь прятался, тебя чуть не убили. Я... Извините, я прятался от этих существ. Меня зовут Пауэлл. Я видел, что случилось с этим Турианцем. Его убил другой Турианец. Мне надо знать, как погиб Найлз. Тот другой пришел сюда первым. Он ждал, пока появится ваш друг. Ваш друг называл его Сараном. Думаю, они были знакомы. Ваш друг расслабился, потерял бдительность. И Саран убил его. Выстрелил ему в спину. Мне повезло, что он не заметил меня. Нам сказали, что в космопорт привезли протеанский маяк. Что с ним случилось? Он на другой платформе. Может, туда и направился этот Саран? Он запрыгнул на грузовой пояс сразу после того, как убил вашего друга. Я знал, что от этого маяка одни неприятности. С тех пор, как мы его нашли, все пошло наперекосяк. Сначала появился этот корабль-носитель. Потом нападение. Они убили всех. Всех. Если бы я не спрятался, меня бы тоже убили. Как же так получилось, что ты единственный остался в живых? Почему никто больше не пытался спрятаться за ящиками? Они просто не успели. Я уже был там, когда началась атака. Подожди минутку. Ты спрятался за ящиками еще до начала атаки? Я... Иногда во время смены меня тянет вздремнуть. Я прячусь тут, чтобы начальство не увидело. Тебе удалось выжить, потому что ты лентяй? Если бы ты не решил поспать, ты был бы сейчас мертв, как и все остальные. Да... Да, наверное. Но я не хочу об этом думать. Расскажи мне про атаку гетов. Все случилось очень быстро. Я видел, как приземлялся корабль. А потом все наводнили геты. Их тут были тысячи. Наверное, они были на этом корабле-носители. Они убивали всех. Это была настоящая бойня. Можешь рассказать что-нибудь еще про маяк? Его привезли сюда сегодня утром. Мы погрузили его на поезд и отправили на другую станцию. Не могу поверить, что это было всего пару часов назад. Кажется, что прошла целая вечность. Расскажи мне про корабль-носитель, который ты видел. Я никогда не видел ничего похожего. Он был... просто огромным. Приземлился около вон той платформы. Когда он спускался, здесь сразу стало темно. И еще он издавал такой звук, который сверлит мозг. Он меня и разбудил. А атака началась через несколько минут. Нам нужно найти маяк, пока еще не поздно. Садитесь на грузовой поезд. То же самое сделал тот турянец. Я... Я не могу здесь оставаться. Я не могу на это смотреть. Ну что ж, ребята, отправляемся. Нужно быть поаккуратней. Ух ты, китить-колотить. Все, неплохо, неплохо. Он пролетел через текстуру. Мне очень повезло. Так, давай-ка спрячемся. Система укрытия, конечно, еще немножко недоработана. Только во второй части они нормально все сделали. Ну и там, скажем так, свои косяки имеются. Так, давайте аккуратненько, аккуратненько. Потому что я же адептом играю. У него очень мало здоровья. Ух ты, китить-колотить. О, да. Что-то я вообще ему дамаг не наношу. Странно. Так, минус один есть. Но Кайден у меня лежит. Я не понимаю, почему разрушитель вообще не реагирует на мои выстрелы. А, пиотические умения. А, вот типа я могу использовать. Хорошо. Кайден, давай подъем. Стоп. Кайден опять упал. Да что ж с тобой такое, а? А, вот только сейчас он упал на самом деле. Ясно. Это я тупанул. Там он еще. Блин, проблема. Проблема, проблема, проблема. Нужно поднимать Кайдена. Ждем, ребята. Сейчас восполнится у меня короче аптечка. Их нельзя сразу все использовать. Ну давай же. А, нельзя его поднять. То есть он поднимется только после боя. Хорошо. Давай пошустрее. Тихо. Все. Отлично. Ну там еще нас ждут ребята. Ого. Там он еще щит поставил. Блин. Аккуратненько. У меня здоровья очень мало. Черт. Есть. Последний остался. Тихо ждем перегрев. Все. Живем. Теперь нужно подождать пока поднимется Кайден. И пособирать лут. Я надеюсь здесь есть что-нибудь интересное. Вообще желательно еще улучшения поставить этим ребятам. Потому что я, ну, не расставил им. Хорошо. Здесь, по-моему, ничего нет, как я понимаю, да? Сейчас там вон еще посмотрим. И можно отправляться на другую сторону. Но там еще враги есть. Блин, надо быть поаккуратней. Вот здесь может быть что-нибудь. Нет, ничего, ребят. Все, можно выходить смело. Хотя, может, там еще что-нибудь лежит. Ну, сейчас, по ходу пьесы, да, вон аптечка есть. Можно сейчас будет восполнить панацелин. По-моему, так он называется. Да. Хотя бы одна аптечка будет. Так, один момент. Давайте посмотрим улучшение брони. Взять все. Все, я там раскидал улучшения для брони. И расставил оружие более мощное им. Потому что мне-то, в принципе, ни снайперская винтовка, ни... Автомат, ни дробовик не нужны. Потому что я не умею ни тем, ни другим пользоваться. Установите заряды. Уничтожьте всю колонию. Никто не должен узнать, что мы были здесь. Все, он добрался до маяка раньше, чем мы. Пошли. Бомбы. Наверное, их установили геты. Быстрее. Мы должны найти их все и обезвредить. Нам нужно обезвредить четыре бомбы, ребята, за четыре минуты. Ну, в принципе, тут более чем достаточно. Тем более, они на карте отображаются. Поэтому ничего сложного в этом не будет, я думаю. Где эти говнари? Вон с той стороны. Хорошо, нужно обойти. Сейчас я еще одну бомбу обезврежу. И можно начать уничтожать гетов. Вторая есть. Так, спрячемся. Так, еще рядышком один. Тихо, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Главное следить за перегревом. Все, пошли. Где-то еще там должна быть бомба. Там, ну, там обучение, чтобы я сам распределял, куда кому идти, но это мне пока что не нужно. Вот еще одна бомба, осталась последняя, но она там уже ближе к маяку, ребята. Есть. Ну, там, по-моему, еще враги есть. Смотрите, пистолет, дробовик и снайперская винтовка. Замечательно. Так, давай-ка, я быстро сейчас все раскидаю. Все, пошли дальше, ребят. Там он еще мелочь. Сука. Хорошо. Минус один. Там еще и Хаск, ну, пистолетик. Аккуратно. Подожди-ка, тут кто еще рядом здесь, да? Все, да? Осталось только бомбу найти. Она здесь. Все, да? Все, да? Все, да? Все, да? Эй, ну, это не бомба. Все. Снайперская винтовка. Так, ну, это все забираем. Подожди, где она? Где-то я ее упустил в той степи. Подожди, подожди, подожди. Она где-то надо мной. Наверху. Как так-то, блин? Шустрее, Шепард, передвигай батонами. Здесь еще, по-моему, в этой части не сделали... А, подожди-ка, нет. Нет, не сделали еще. Бег. Упустил где-то в этой стороне, мне кажется. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Сейчас в любом случае проверим. Да, вот она. Все, осталось только добраться до маяка. Но мы сейчас что сделаем? Там еще есть один сейв. Мы сейчас его вскроем, да? Заберем весь лут, который там находится. И, в общем-то, можно подходить к маяку. Вон там он, видите? В стене. Капец, все уничтожено. Блин. Ой. Все. Ну, это все улучшение. Давайте, наверное, все-таки переработаю в унигель, чтобы было, да? Там что-нибудь еще выпало? Нет, ничего. Пошли дальше. Вот тот самый маяк, ребята, протеанский. Нормандия, маяк безопасности. Это восхитительно. Действующая протеанская технология. Невероятно. Он так себя не вел, когда его только раскопали. Наверное, что-то его активировало. Вас понял, Нормандия. Ждем. Шепард! Нет, не долгай его. Это слишком опасно. Нормандия. Нет, не долгай его. Нет, не долгай его. Нет. 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 Мы установили, что за корабль приземлился на Иден Прайм. Это Нормандия, судно Альянса Систем. Под командованием капитана Андерсона им удалось спасти колонию, а маяк... Кажется, им воспользовался один из людей. Этого человека надо уничтожить. Доктор! Доктор Чаквас! По-моему, он просыпается. Заставили вы нас поволноваться, Шепард? Как вы себя чувствуете? Мелкий дискомфорт. Ничего серьезного. Долго я был в отключке? Примерно 15 часов. Полагаю, случилось что-то, связанное с маяком. Это моя вина. Надо было включить какое-нибудь силовое поле на подходе, а вам просто оттолкнуть меня в сторону. Вы не могли знать, что произойдет. Собственно, мы даже не знаем, в чем была причина, и, к сожалению, теперь уже не выясним. Маяк взорвался. Может быть, система оказалась перегружена. От взрыва вы потеряли сознание. Мы с лейтенантом перенесли вас на корабль. Я ценю это. Физически, вы в полном порядке. Но я обнаружила необычную активность мозга. Аномальные бета-волны. Также я отметила у вас больше быстрых движений глаз. Обычных признаков интенсивного сновидения. Я видел... Не знаю, что точно я видел. Смерть, разрушение. Все как-то нечетко. Хм... Надо будет включить это в рапорт. Возможно... О! Капитан Андерсон! Как там ваш пациент, доктор? Все показатели в норме. Думаю, с ним все будет в порядке. Рад это слышать. Шепард, мне нужно поговорить с вами. Наедине. Слушаюсь, капитан. Если понадобится, я буду в кают-компании. Похоже, капитан, вам порядком досталось от взрыва маяка. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете. Я не люблю, когда мои солдаты погибают. Смерть Дженкинса не ваша вина. Вы были молодцом, Шепард. Сержант Уильямс не член экипажа Нормандии. Я подумал, что такой боец, как она, может нам пригодиться. Она переведена на Нормандию. Уильямс хороший солдат. Она этого заслуживает. Лейтенант Оленко с вами согласен. Поэтому я и включил ее в нашу команду. Разведка облажалась, сэр. Мы были без малейшего понятия о том, что нас ждет. Поэтому все и полетело кувырком. Геты уже сотни лет не выходили за пределы вуали, капитан. Никто не смог бы этого предсказать. Вы сказали, что хотите поговорить наедине, капитан? Не стану вам лгать, Шепард. Положение не из лучших. Найвус погиб. Маяк уничтожен. Геты начали вторжение. Совет захочет задать нам ряд вопросов. Если бы я не остановил геттов, они бы уничтожили всю колонию. Я поддержу вас и ваш рапорт, Шепард. С моей точки зрения, вы, черт возьми, герой. Но я здесь не потому. Дело в другом Торианте. Сарене. Сарен Спектр. Один из лучших. Живая легенда. Но если он связался с геттами, значит, он решил пойти своим путем. Спектр, отказавшийся подчиняться совету, это проблема. Сарен опасен. И он ненавидит людей. Почему? Он считает, что мы слишком быстро растем и занимаем галактику. Многие так считают. Но большинство ничего по этому поводу не делает. А Сарен связался с геттами. Я не знаю как, я не знаю почему. Я только знаю, что это имеет какое-то отношение к маяку. Вы были там, перед тем, как маяк самоуничтожился. Видели что-нибудь? Какой-нибудь намек на то, чего искал там Сарен? Я потерял сознание, но до этого у меня было некое видение. Видение? Видение чего? Я видел синтетиков. Возможно, геттов. Они убивали. Жестоко. Как мясники. Об этом нужно доложить совету, Шепард. И что мы собираемся им сказать? Что мне приснился страшный сон? Неизвестно, что за информация хранилась в маяке. Утраченные технологии протеан? Чертежи какого-нибудь древнего оружия массового поражения? Что бы это ни было, теперь оно у Сарена. Но я знаю Сарена. Я знаю его репутацию, его методы. Он считает, что люди – паразиты космоса. Это нападение было актом войны. Он завладел секретами маяка. В его распоряжении армия геттов. И он не остановится, пока не сотрет человечество с лица галактики. Я придумаю, как одолеть его. Это не так просто. Он спектр. Он может лететь куда захочет и делать, что хочет. Вот почему надо, чтобы совет был на нашей стороне. Мы докажем, что Сарен вышел из-под контроля. И совет лишит его статуса спектра. Я свяжусь с послом и постараюсь устроить нам аудиенцию в совете. Надо будет с ними встретиться, как только доберемся до цитадели. Сейчас мы уже недалеко. Поднимитесь на мостик и верьте Джокеру завести корабль в док. Так, хорошо, сейчас нам нужно отправляться в цитадель. Так, давайте, наверное, пока что я быстренько что сделаю. Раскидаю навыки. Я показывать этого не буду, ребят, я уже говорил. Так, три очка. Хорошо, продолжаем. Тут вообще очень много будет, ребята, диалогов. Ну, понятное дело, ролевая игра. Но также здесь нужно общаться со своими напарниками. Общение сделано очень интересно. Каждый напарник очень интересный персонаж. И там многое зависит, как бы, да, от того, будете вы с ними общаться или нет. Там будут даваться квесты их, там раскрываться характеры, ну и так далее. Я рада, что с вами все в порядке, капитан. После того, что случилось с Дженкинсом, экипажу не помешают хорошие новости. Дженкинс был ценным членом экипажа. От счастья, я виню себя в произошедшем. Если бы Дженкинс остался в живых, меня могло бы не быть здесь. Вы хороший солдат, Уириамс. На Нормандии вы на своем месте. Спасибо, капитан. Я это ценю. Там все было довольно сурово. Вы в порядке? Я не в первый раз вижу гибель друзей. В космической пехоте с этим просто. Но когда на твоих глазах гибнет все подразделение, и к погибшим гражданским тоже никогда не привыкаешь. Но все могло быть гораздо хуже, если бы вы не пришли на выручку. Без вас мы бы не справились, Уириамс. Спасибо, капитан. Должна признаться, что я немного нервничала из-за назначения на Нормандию. Приятно, когда тебя так хорошо принимают. Я думаю, вы впишетесь в команду, Уириамс. Спасибо, капитан. Хорошо, давайте поговорим с доктором. Да, капитан. Вам что-нибудь нужно? Как вы оказались на флоте Альянса? Пошла на службу сразу после мединститута. На земле мне всегда казалось скучно. Там слишком безопасно. Я решила, что в колониях меня ждут нескончаемые экзотические приключения. Хотела летать среди звезд, лечить суровых солдат с пронзительным взглядом и чувственной душой. Оказалось, что жизнь военного не столь романтична, как я себе воображала. Но чтобы продолжить экспансию через Драйверс, человечеству нужен Альянс. А Альянсу всегда нужны хорошие медики. Так что я осталась и вношу свой вклад. Не думали, что ошиблись с выбором? Иногда подумываю вернуться на землю и открыть частную практику, или, может, нанять должность в каком-нибудь новом медцентре в колониях. Но в работе с солдатами есть что-то особенное. Если я уйду с флота, буду думать, будто я их предала. Что вы знаете о капитане Андерсоне? Я с ним иду уже не в первый рейс. Он знает, когда можно спуститься на тормозах, а когда стоит и затянуть гайки. Экипажу известно, что он прошел многое из того, во что мы можем вляпаться, и что он заботится о тех, кто под его командой. Вы хорошо знакомы с лейтенантом? До этой миссии я с ним не работала, но у него впечатляющий послужной список. Больше дюжины особых поощрений. Хотя он довольно замкнут. Возможно, из-за головных болей. Нелегко жить с Л2. Как это друг с другом связано? В наше время биотики в основном используют импланты Л3. Лейтенанту Аленко вживили старую конфигурацию Л2. Иногда с ней бывают осложнения. Какого рода осложнения? Тяжелые умственные нарушения. Безумие. Сильная физическая боль. Длинный список лобочных эффектов. Кайдену повезло. У него это всего лишь мигрени. Мне нужно идти. До свидания, капитан. Хорошо. Так, можно пройтись по Нормандии, посмотреть, что здесь к чему. Но по идее, по-моему, будет... У нас будет тоже турянец один. Я забыл, как его зовут. Капец, уже все имена позабывал. Но пока нам сюда рановато. А потом вот у нас Кайден. Давайте с ним тоже потрячим. Рад, что вы целы, капитан. Понятно. Короче, он нам ничего не расскажет. Здесь у нас, по-моему... Подожди. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. По-моему, Азари здесь будет. Или нет? Нет, я ошибаюсь, по-моему, во второй части. Когда будете готовы, вступайте к Джокеру. Скажите ему загнать Нормандию в док. Хорошо, отправляемся тогда к Джокеру. Здесь нам пока что больше делать нечего. Нам нужно сейчас залететь до цитадели. До огромной хреновины, которая осталась после протеанов. Вообще, довольно-таки интересная история с этими протеанами. Ну, все, потом узнаете. Не буду забегать вперед. Так, ну, это у нас... Штурман Пресли, расскажешь что-нибудь? Я рад, что с вами все в порядке, капитан. Потеря Дженкинса стала большим ударом для команды. Давигационное руководство. Ну, это в кодексе открывается. Плюс еще опыт получили халявный, поэтому... В общем-то, не зря, не зря. Все это дело прочекали. Давай, Джокер, говори. Мы вовремя, капитан. Я как раз собрался заходить на ЦЗД. Смотрите, на что идут деньги налогоплательщиков. Вы взгляните. Какой огромный. Это путь предназначений. Флагман флота Цитадели. Подумаешь. Размер это не главное. Чего так раздражаетесь, Джокер? Я просто говорю, что огневая мощь гораздо важнее. Да вы смотрите, какое чудовище. Его главный калибр может пробить щиты любого корабля Альянса. Ну, значит, хорошо, что он на нашей стороне. Цитадель главная. Я Нормандия. Запрашиваю посадку. Ждите разрешения, Нормандия. Посадка разрешена. Можете начинать заход. Переключаю вас на оператора Альянса. Вас понял. Конец связи. Нормандия. Говори с диспетчерской Альянс. Следуйте к доку 422. Это произвол. Совет вмешался бы, если бы где-то напали на турианскую колонию. Турианцы не колонизируют планеты на границе систем термина, посол. Землян предупреждали об опасностях Траверсы. А как насчет Сарана? Вы же не можете закрыть глаза на предательство Спектра. Я требую вмешательства. Вы ничего не можете требовать от Совета, посол. Служба безопасности цитадели изучает представленные вами доказательства вины Сарана. Мы обсудим заключение СБЦ на наших слушаниях. Но не ранее. Капитан Андерсон, я вижу, вы привели половину вашей команды с собой. Группа, совершавшая высадку на Иден Прайм. На случай, если у вас возникнут какие-то вопросы. У меня есть отчеты о выполнении задания. Думаю, их данные точны. Абсолютно. Похоже, вы убедили Совет выслушать вас. Их это не обрадовало. Саран их лучший агент. Им не понравилось, что его обвиняют в предательстве. Саран представляет опасность для всех колоний-землян. Его нужно остановить. Совет должен выслужить нас. Успокойтесь, капитан. Вы уже сделали предостаточности, чтобы подвергнуть сомнению целесообразность принятия вас в спектр. Задание на Иден Прайм должно было подтвердить вашу способность выполнять работу. Вместо этого, Найлус был убит, а маяк уничтожен. В этом виноват Саран, а не он. Тогда нам лучше надеяться, что расследование СБЦ подтвердит ваше обвинение. В противном случае, Совет использует это, чтобы отклонить вашу кандидатуру. Пойдемте со мной, капитан. Я хотел бы кое-что обсудить перед слушанием. Шепард, вас и остальных ждем в башни цитадели. Верхний уровень. Я обеспечу вам допуск туда. В такие моменты я ненавижу политиков. Так, ну хорошо. Тактический обзор местности на М. Ну да, здесь на самом деле карта так себе, честно скажу, здесь очень легко запутаться. Блин, что-то тут у меня мышка появилась какого-то хрена. Одну секунду. Вот, все исчезло. Движок просто старый. Моментами барахлит на новом оборудовании, потому что на предыдущей конфигурации у меня вообще на самом деле никаких проблем-то толком не было. Ты кто такой вообще? Приветствую тебя, человек. Искренние извинения. У меня дела и совсем нет времени. У вас озабоченный вид? Могу я чем-то помочь? Стревоженность. Ты все слышал? Все это как-то неправильно. И виновата в этом спутница Азари. Она все это начала. Чем Азари вас так расстроила? Сдержанность. Я не могу раскрывать подробности. Дело слишком деликатное. Достаточно сказать, что она выставила меня как дипломата не в лучшем свете. Где мне найти эту спутницу Азари? Пояснение. Ее можно найти за тем мостом. Ее покоя сложно не заметить. Всего хорошего, человек. Вообще вот эти вот, да, эта вот раса, она достаточно забавная, как по мне. То есть они никаких эмоций не выражают. И поэтому приходится, ну, предупреждать заранее, какую эмоцию они выражают. То есть, допустим, там, вот там, радость. Он сначала говорит радость, а потом говорит предложение. То есть, на самом деле, прикольно достаточно. Здесь вообще раса интересная. Во второй части их, конечно, гораздо больше будет, да. Но тут пока что такое знакомство только, по сути, совсем. Вот еще одни интересные ребята. Землянин, ты зашел не в ту дверь. Твой посол в соседнем кабинете. Критическое замечание. Не будь таким грубым, Дин. Представься хотя бы. Меня зовут Дин Корлок. Я посол волосов. Я могу чем-то помочь тебе, землянин? Что это за место? Ты находишься в посольстве волосов и элкоров. Твой посол в соседнем кабинете. В этом кабинете я продвигаю интересы своего народа. Волосов. Когда мне не мешают. Мне бы хотелось побольше узнать про волосов. Я уверен, наши истории и культуры тебе покажутся скучными, землянин. Я уверен, что это не так, что это не так, что это не так, что это не так. Я действительно хочу побольше узнать о вашей истории. Мой народ прибыл на Цитадель почти сразу после того, как ее нашли Азари и Соларийцы. С нашей помощью была создана стандартизированная галактическая экономика. Несмотря на долгосрочное сотрудничество с Цитаделью и наш вклад в развитие галактического общества, мы так и не получили места в Совете. Мы все происходим из различных племен, но нам чуждо насилие. Мы продаем и обмениваем земли и членов наших племен, чтобы повысить свой статус. Крупные племена часто поглощают мелкие и периодически снова распадаются. Наше общество имеет очень глубокую структуру, а правительство часто меняется. Поскольку физически мы не очень сильны, взамен на защиту мы предлагаем свои услуги. Чем вы здесь занимаетесь? Я защищаю интересы волоса. Задача не из легких, учитывая то, как часто Совет забывает про нас. Критическое замечание, Дим. Совет относится к твоей расе чрезвычайно благосклонно. Ты очень наивный. Земляне войдут в Совет гораздо раньше нашей расы. Почему ни лкоры, ни волосы не входят в Совет? Каждой расе нужно доказать, что они достойны входить в Совет. Правда, землян, похоже, это не касается. Несогласие. Не обращай внимания на посла волоса в человек. Он ошибается в своих суждениях. Правда? Сколько мы уже ждем? Сколько нам еще предстоит ждать? Эх, людям этого не понять. Дим, похоже, вы затаили на землян какую-то обиду. Вы земляне, совсем недавно на Цитадели, а Совет вам уже во всем потакает. Критическое замечание, Дим. Совет очень часто шел на уступки по отношению к твоей расе. Территория волосов с момента прибытия на Цитадель увеличилась в 10 раз. Уточняю. Мы по-прежнему не можем влиять на решения, принимаемые в отношении пространства Цитадели. До свидания, посол. Да, да. Всего хорошего, земляне. Ну, это тоже какая-то раса, но с ними поговорить нельзя. Там просто потом с ними квест будет. Про них толком ничего не известно. И нам нужно будет помочь одному ученому, да, разобраться, кто это вообще такие. Что ж. Что там дальше? Компьютерная консоль. Давайте ее взломаем. Получим опыт. Рапорт патруля Альянса. Капитан Хендриксон зарегистрировала источник необычной энергии во время патрулирования в скоплении Ро Аргуса. Ее особенно интересовала система Гидры, но она получила приказ возвращаться до того, как ее команда смогла что-либо узнать. Будем отправлять разведгруппу? Ну, конечно, мы туда слетаем. Это дополнительный квест, как вы поняли. Так, что-то я заблудился с Легонца. Подожди. Нам куда вообще нужно? Я то и круги тут нарезаю. Наверное, куда-то сюда, я правильно понимаю? Да, все верно. Ну, это Авина, то есть, это как сказать? Ну, вы поняли, как Гид, короче. Смысла не вижу показывать. Погнали, нам куда нужно? В Пизидиум. Сарен что-то скрывает. Дайте мне больше времени. Задержите их. Задержать членов Совета? Не смешите меня. Ваше расследование закончено, Гарус. Капитан Шепард, Гарус Вакариан. Я был офицером СБЦ, ответственным за расследование дела Сарена. С кем вы только что разговаривали? Это был директор Палин, глава службы безопасности Цезадели. Он должен сообщить Совету о ходе моих расследований по делу Сарена. Похоже, что вам действительно хочется раскопать что-то плохое. Я ему не верю. Внутром чую, что он затеял что-то недоброе. Но он спектр. Все его дела проходят под грифом секретно. Я не могу собрать доказательства. Вроде бы Совет готов нас принять, Капитан. Удачи, Шепард. Может, они прислушаются к вам? Так, ладно, поднимаемся наверх. Совет находится вон там. Как раз-таки там, кстати, квест будет еще дополнительный. Можно будет взять, связанный с... Ну, вы поняли. С вот этой вот расой неизвестной. Ты кто такой? С ним поговорить нельзя, окей. Не смешите меня. Волосы не присоединятся к Совету еще много лет. Я в этом не уверен. Люди изо всех сил стремятся к этому. А в случае их успеха, волосы последуют за ними. Держу пари. Позволить присоединиться людям – здравый стратегический ход. Но волосы? Нет. Скорее всего, следующими будут Ханнеры. А потом Элкоры. Может, вы и правы. Только Ханнерам поначалу не помешает немного просвещения. Вы их недолюбливаете, потому что не понимаете. Хм. Никак не хотят волосов принимать. А вон и Капитан. Слушание уже началось. Идемте. Атака гетов – это серьезный вопрос. Но нет прямых доказательств того, что в этом деле замешан Саран. Расследование, проведенное СБЦ, не обнаружило подтверждение измены Сарана. Свидетель видел, как он хладнокровно убил Найлуса. Мы прочитали доклад об Эден Прайм, посол. Показания одного испуганного рабочих – вряд ли серьезное доказательство. Я отвергаю эти обвинения. Найлус был моим коллегой, Спектром, и другом. Потому вы и застали его врасплох, Капитан Андерсон. Когда люди выдвигают против меня ложные обвинения, почему-то всякий раз в этом бываете замешаны вы. Это, наверное, ваш помощник, Капитан Шепард. Тот, который приложил все усилия, чтобы уничтожить бротеанский маяк. Миссия на Эден Прайм была строго секретной. Если вы узнали о маяке, значит, вы лично были там. После смерти Найлуса, его документы перешли ко мне. Я прочитал его доклад об Эден Прайм. Меня это не впечатлило. Что еще можно ожидать от человека? Сарен презирает человечество. Вот почему он напал на Эден Прайм. В вашей расе нужно знать свое место, Шепард. Вы не готовы войти в совет. Нет, вы даже не готовы вступить в ряды спектров. У него нет права так говорить. Это не его решение. Вопрос о принятии Шепарда в спектры будет решаться и на этом заседании. Тогда какой вопрос решается сейчас? Люди зря тратят ваше время, советники. И мое. Сарен пользуется тем, что он спектр. Раскройте глаза. Нам необходимы доказательства. Пока что у нас на руках ничего нет. Есть еще один примечательный факт. Видение капитана Шепарда. Их мог вызвать маяк. Мы что, теперь и сны считаем доказательством? Как мне защищаться от таких нелепых обвинений? Согласен. Наше суждение должно основываться на фактах и уликах, а не на том, что кому-то привиделось или показалось. Вам есть еще что сказать, капитан Шепард? Вы приняли решение. Я не буду зря разглагольствовать. Совет не обнаружил никакой связи между Сареном и Гетами. Посол, ваше прошение исключить его из рядов спектров отклонено. Я рад, что справедливость восторжествовала. Заседание закрыто. Было ошибкой приглашать вас на заседание, капитан. Вас слишком многое связывает с Сареном. Совет ставит под сомнение ваши мотивы. Я знаю Сарена. У него и Гетов одна общая цель. Уничтожить расу людей. Опасность угрожает каждой нашей колонии. Каждый контролируемый нами мир под угрозой. В опасности даже Земля. Расскажите мне о том, что у вас общего с Сареном. Когда-то я работал с ним над одним заданием. Тогда дела пошли плохо. Очень плохо. Не стоит говорить об этом сейчас. Но я знаю, каков он на самом деле. Его нужно остановить. Каков наш следующий шаг? Он спектр. А это значит, что теоретически он неприкосновенен. Нам нужно как-то разоблачить его. А как насчет Гарруса? Того следователя из СБЦ. Мы видели, как он спорил с директором. Точно. Он просил дать ему больше времени для расследования. Похоже, он нащупал что-то связанное с Сареном. Какие идеи по поводу его поисков? У меня есть знакомый в СБЦ, который поможет нам выследить Гарруса. Его зовут Харкин. Забудьте о нем. Харкина уволили еще месяц назад за пьянство на работе. Я бы не стал тратить время на этого бездельника. Вам и не нужно. Не хочу, чтобы совет использовал вашу историю с Сареном как оправдание для того, чтобы нам не доверять. Пусть об этом позаботится Шепард. Нельзя отстранять капитана Андерсона от этого расследования. Посол прав. Мне лучше отойти в сторону. У меня срочные дела, капитан. Встречу с вами позднее в моем кабинете. Харкин, наверное, пьет в логовые коры. Это небольшой бар с сомнительной репутацией в нижней части жилых секторов. Может быть, есть и другой способ найти улики против Сарена? Поговорите с Барлой Воном в финансовом районе. Говорят, он агент серого посредника. Серый посредник? Информационный дилер. Покупает и продает секреты тому, кто предложит лучшую цену. Я слышал один из его представителей, Барла Вон. Он, возможно, знает что-то о Сарене, но эта информация вам дорого обойдется. Вы с Сареном были знакомы. Что случилось? 20 лет назад я выполнял миссию в скеллианском пределе. Мы с Сареном должны были найти и уничтожить известного террориста. Сарен уничтожил цель. Но при этом погибло много людей, невинных людей. О официальных записях об этом не упомянули. Но я видел его методы. У него нет совести, нет сомнений. Он мог бы убить тысячи мирных жителей, чтобы прекратить войну. Убийство невинных людей не прекращает войну. Скорее наоборот. Я знаю, как устроен этот мир, капитан. Иногда мы вынуждены принимать неприятные решения. Но только если другого пути нет. Сарен даже не пытается искать другие варианты. Он испорчен. Сломан. Он любит насилие и убийство. И он умеет заметать следы. Похоже, наш посол не слишком ладит с Советом. Просто он в замешательстве. Совет твердит, что люди должны быть частью галактического сообщества. Но содействия от него никакого. Совет хочет, чтобы мы расширяли и контролировали нестабильные регионы. Такие, как Скильянский предел и Этический траверс. Но когда мы сталкиваемся с трудностями, они не желают нам помогать. Все знают, что вступление людей в Совет – это лишь вопрос времени. Однако, наш посол считает, что это должно произойти как можно скорее. И я с ним согласен. Какая разница, получим мы место в Совете или нет? Это что, так важно? Совет принимает все важнейшие решения в галактике. И мы должны им подчиняться. У нас нет ни сильного флота, ни союзников, чтобы пойти против Совета. Получив место в Совете, мы получим возможность влиять на его решения и защищать собственные интересы. Нам не придется плясать под их дут, чтобы добиться своего. Взять, к примеру, сегодняшнюю ситуацию. Если бы мы были в Совете, мы бы отправили флотилию Цитадели разбираться с Сароном. И проблема была бы решена. Похоже, Харкин вам не сильно нравится. Он вступил в СБЦ около 20 лет назад. И с тех пор позорил нашу расу здесь, на Цитадели. Жестокое обращение с подозреваемыми, обвинения во взяточничестве, злоупотребление алкоголем и наркотиками. Обычно посольство защищало его, но, видимо, и у них лопнуло терпение. Он просто сволочь. Его должны были уволить еще много лет назад. Он был одним из первых людей-офицеров СБЦ. Если бы его уволили, это было бы просто некрасиво. Чтобы оставить его на службе, было заключено множество закулисных сделок. Иногда политика – грязный бизнес. Но, похоже, его время истекло. В СБЦ уже достаточно людей. Мы можем больше его не защищать. Я хочу больше узнать о Спектрах. Они не просто агенты правительства. Спектры работают в одиночку, не привлекая к себе внимания. Они решают проблемы, не подвластные Совету. Сохранять мир в галактике – непростая задача. Совет предпочитает дипломатию переговоры. Но иногда требуются крайние меры. Как решает, кто станет Спектром? Просто подать заявку невозможно. Тренировочных программ не существует. Спектрами не становятся. Ими рождаются. Совет ищет исключительных людей. Тех, кто может справиться с любой задачей. Как вы. Они следили за вами на протяжении многих лет. Они что-то в вас увидели. И теперь они хотят, чтобы вы были на их стороне. Майлус должен был дать им окончательную рекомендацию. Но поскольку он погиб, решение до сих пор не принято. Какова их командная структура? Нет никакой командной структуры. Каждый Спектр отчитывается непосредственно перед Советом. Иногда им дают те или иные задания. Иногда они действуют сами по себе. Как правило, они не подчиняются законам. Используют любые средства, чтобы добиться своего. Совет смотрит на это сквозь пальцы. У Спектров очень много власти Шепард. Что происходит, когда Спектр выходит из-под контроля? Как Саран. Такое происходит нечасто. Совет очень осторожен при выборе кандидатов. Но если ситуация выходит из-под контроля, выход, как правило, всегда один. Послать Спектр ликвидировать другого Спектра. Похоже, это просто тайные спецагенты. Вся информация о Спектрах засекречена. Мы даже не знаем, сколько их всего. По нашим последним данным, чуть меньше ста. Без них Совет не смог бы функционировать. Это элитные агенты Цитадели. Последняя линия обороны. Последнее средство перед объявлением войны. Вся галактика боится и уважает их. Если появляется Спектр, все знают, что должно произойти что-то важное. Расскажите мне о сером посреднике. Это необходимое зло в галактической политике. Покупка и продажа информации – часть игры. А серый посредник – лучший игрок. Он всегда продает информацию тому, кто больше заплатит. Не вмешивается в политику. Не принимает нищую сторону. Простая, но эффективная система. Он не представляет угрозы. По крайней мере, прямой. Мы всего лишь используем его как ресурс. Или ее, или может быть их. Никто точно не знает. Расскажите мне о бар Ливоне. Он специализируется на переводе крупных денежных сумм без оформления бумаг. Финансовый гений. Не делает ничего незаконного, потому что знает все лазейки. У него очень впечатляющий список клиентов. Послы, дипломаты, спектры. Вероятно, поэтому серый посредник и выбрал его. Мне нужно идти. Удачи, Шепард. Если вам что-то понадобится, я буду в офисе посла. Так, ну хорошо, ребят. Давайте, наверное, пока что на этом остановимся. Спасибо, что смотрели. Исходи, чтобы продолжение вышло быстрее. Не звать и давить большие пальцы вверх. Также комментируйте, подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на Google Plus и Twitter. Там все новости касательно канала. Также подписывайтесь на Twitch. Там проходит трансляция на дополнительный канал. Там выкладываются записи трансляций. Если вы пропустили на сегодня. Все. Давайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok